Врач, фитотропевт, диетолог Борис Качков. Автор сотен видео в интернете на канале YouTube. Про здоровье, правильное питание, лечение. В том числе и народными средствами. А также автор десятков публикованных книг, брошюр, научных статей. Сегодня решил написать новое видео. Как же правильно питаться, чтобы получить больше витаминов для здоровья? Чтобы все было хорошо. Просто если вы ведете активный образ жизни, вам нужно правильным питанием в режиме реального времени обеспечивать активный обмен веществ. Как же иначе? Причем питание нужно обеспечивать не за праздничным столом или после выхода на пенсию. А в режиме реального времени с раннего детства. Еще лучше начинать во время беременности. Вам правильно питаться, пока вы были в утробе мамы. А самый лучший вариант перейти на правильное питание более чем за три месяца до наступления беременности. Но об этом, как правильно подготовиться к беременности в другом моем видео. А для активного обмена веществ вам нужны витамины. Причем в погоне за витаминами особенно весной и зимой можно и умереть. Потому, просмотрев это видео до конца вы узнаете почему вам нужны витамины. Вы также узнаете к перевариванию какой пищи ваш организм генетически более склонен. Есть разные варианты. И какая пища даст вам все-таки больше витаминов. Почему же для нормального обмена веществ вам жизненно важны витамины или амины жизни? Просто обеспечивают активный обмен веществ собственно активность ферментов, белки. Без них никуда. Поэтому низкобелковое питание всегда плохо. Основные источники энергии для обмена веществ их несколько. И доля их разная. Номер один чаще всего это углеводы. Примерно 60% энергии человек получает из них. Номер два это жиры. Из них получается примерно 30% энергии. Остальные 10% это отработавшие свой ресурс белки. Ну не выбрасывать же их. Энергии в них прилично. Но! Это относится к людям относительно молодого возраста. Старение на клеточном уровне и ваш организм с углеводом периодически либо постоянно в большей мере переходит на жиры. Если это скорее эпизод в вашем организме просто снижается аппетит. Или появляется все реже. А если старение уже система развивается сахарный диабет второго типа. Состояние из которого можно вернуться но это не так просто. Перевести обратно энергетику организма с углеводов на жиры. А если ваш организм с углеводов перейдет еще и на белки начнет их активнее расщеплять. Развивается подагра которая часто диабету сопутствует иногда и опережает. А вот чтобы ферментативные реакции в любом возрасте проходили с максимально возможной скоростью вот тут вам обязательно нужны не только витамины но и макро микроэлементы. И очень важно чтобы они поступали в организм в достаточных количествах с пищей или иными путями и поддерживали нужный уровень в крови. Потому как склады есть но и небольшие. Печень содержит накапливает многие витамины и микроэлементы в достаточных количествах но ее размеры тоже конечны и возможности тоже конечны. Поэтому смотрите видео дальше вы узнаете немножко больше. Очень хорошо если вы имеете мощную печень и знаете что такое правильное питание. Потому как первично вам нужно обеспечивать как минимум активность своей нервной системы и иммунной системы. Нервная система потребляет примерно 20% крови. и в зависимости от уровня обеспечения вы имеете либо высокую работоспособность либо периодически впадаете в сезонную депрессию. А будет это осенняя, зимняя либо весенняя депрессия эмоциональное выгорание не суть важна. Каждая из них имеет свои особенности. Но! В любом случае депрессия отражает сниженную способность мозга превращать химическую энергию пищи в электрическую. и регулировать этой энергией потоком импульсов через вот эти самые электрические импульсы по нервным волокнам работу всего организма. Однако! По возможности! Вы можете дать своему организму безусловно правильный отдых и питание. Уехать куда-нибудь в отдаленные регионы выключить мобильный забыть про интернет и нервная система восстановится. Ну почти сама но восстановится. С иммунной системой все значительно сложнее. Простой отдых и вашему иммунитету вряд ли поможет. Иммунная система не отдыхает. Иммунная система работает не по сезону года или по вашему желанию. А только постоянно в режиме реального времени и очень напряженно. И контролирует сотни видов знакомых ей микроорганизмов населяющих барьерные органы площадью сотни квадратных метров. А также контролирует десятки видов вирусов которые разными путями проникли в клетки вашего организма. А также уберегает от пока не знакомых вам патогенов из окружающей среды. Иначе в лучшем случае всю жизнь придется проводить борьбе с очагами хронической инфекции. А в худшем случае можно в течение нескольких дней либо недель погибнуть от любой вирусной либо бактериальной инфекции. Либо в недалеком будущем познакомиться с врачом-онкологом. Ведь рак также иммунный дефицит. Ежедневно в вашей иммунной системе нужно уничтожать сотни злокачественных опухолей. Миллиарды бактерий. Громадное количество вирусов. Либо вы можете преждевременно постареть. Все зависит от того какое звено иммунной системы у вас генетически ослаблено. Причем заметно невооруженным глазом лишь активность вирусов и микроорганизмов. Иммунный дефицит в отношении старых клеток и раковых клеток выявляется не сразу и часто достаточно поздно. Не на ранних стадиях. Поэтому очень важный момент как все-таки обеспечить свою иммунную систему правильным питанием и очень важно самой высокой скоростью работы когда ей хватает витамина. И только после того как вы накормили свою иммунную систему и полностью удовлетворили свою нервную систему только после этого вы имеете право ставить перед собой дополнительные задачи и успешно их выполнять. То есть заниматься спортом как профессионал либо как любитель. Заниматься фитнесом либо бодибилдингом. Ходить на работу либо отправляться в отпуск. Планировать беременность или воспитывать детей. Эксперименты над здоровьем ставить можно. Но это очень дорогое удовольствие. И очень важно вводить в свой организм самую здоровую и полезную пищу. Но самая здоровая самая полезная пища в пищеварительной системе может легко и просто испортиться. И вот к перевариванию какой пищи ваш организм наиболее склонен вы об этом узнаете прямо сейчас. Так к перевариванию какой же пищи ваш организм более склонен. Некоторые народные диетологи рекомендуют употреблять пищу животного происхождения в большей мере. Ее высокая калорийность позволяет обходиться меньшим объемом пищи для обеспечения обмена веществ. Чаще всего это чукчи, алеуты, эскимосы и другие коренные жители Крайнего Севера. И действительно в таких суровых условиях сложно прожить на другой еде. Да и не найти там иную пищу. Бананы там не растут с апельсинами. И люди приспособились выживать в таких экстремальных условиях, когда температура окружающей среды большую часть года находится ниже отметки 0 градусов по Цельсию. И нужно постоянно думать о разогреве и обмена веществ. И вот такая пища как раз выполняет эту функцию. И белки, и жиры на 1 грамм содержат примерно 9 килокалорий. Которые из жиров используются в обмене веществ внутри клеток. А половина килокалорий содержащихся в белках рассеиваются в виде тепла и способствуют нагреванию организма. Которому в этих условиях нужно реально нагреваться и выживать. А вот в иных условиях белки могут быть опасны. И об этом вы узнаете прямо сейчас. Другая, более многочисленная группа диетологов рекомендует употреблять исключительно пищу растительного происхождения. Практикуя сыроедение, жесткое веетарианство, чаще всего эти диетологи живут в еще более экстремальных условиях. Когда температура окружающей среды редко опускается ниже отметки плюс 20 по Цельсию. А чаще находятся выше отметки плюс 30. Такое питание в таких условиях также понятно. Ведь основное предназначение пищи в данном случае обеспечивает торможение обмена веществ и охлаждение организма также большую часть года. И то, и другое питание в этих конкретных условиях правильное. И обеспечивает самое главное выживание. И попадая в аналогичные условия не стоит изобретать велосипед. Нужно использовать наработанное веками. Чью же сторону принять жителям средних широт? Нужно подойти к зеркалу и заглянуть себе в рот. И вы даете ответ к перевариванию какой пищи ваш организм приспособен больше. Об этом вы узнаете прямо сейчас. Как же расшифровать то, что вы видите в зеркале? Зубная формула у человека она очень простая. Почти как считалочка 2, 1, 2, 3. Ее легко запомнить. Первые два это резцы. Они находятся посередине. По два с каждой стороны. По четыре на каждой челюсти. Они предназначены для захвата и срезания пищи. Потому и называются резцы. Резцы есть у всех. Их больше у травоядных. Чуть меньше у хищников. Но у человека их меньше всех. И по этому показателю количество резцов человек в принципе находится ближе к хищникам чем к травоядным. Но их недостаток легко компенсируется различными столовыми приборами. Которыми современный человек помогает проводить первичную обработку пищи перед тем как положить ее в рот. И это кстати также прерогатива только человека. Не только помыть пищу не только ее приготовить каким-то образом. Иные животные в первичной обработке пищи используют когти и силу своих челюстей. Единица в формуле это клыки. У травоядных они отсутствуют. А у хищников клыки способствуют удержанию пищи. Они более длинные они третьи если смотреть от центра. У человека клыки находятся уже в почти рудиментарном состоянии и скорее выполняют роль резцов. Ну а для удержания пищи для ее измельчения человек использует совершенно иные средства. Тройка это большие коренные зубы. Они предназначены для перетирания пищи. Также есть у всех потому как от степени измельчения пищи зависит начало и эффективность процесса переваривания пищи. И когда вам говорят что твердую пищу нужно пить в данном случае вы с помощью больших коренных зубов совершаете это действие и улучшаете работу своей пищеварительной системы. Но только человек может с помощью тепловой обработки уменьшить плотность пищи. Зачем это вам нужно? Да просто чтобы меньше жевать и освободить время на социально активную деятельность и травоядные и жвачные и хищники фактически или едят или спят или воспитывают своих детей. А в зубной формуле человека я сознательно пропустил еще одну двойку. Помните? 2 1 2 вот это очень важная двойка 3 Вот эта вторая двойка она пожалуй самая важная. Это малые коренные зубы. Именно они коренным образом отличают хищников от нехищников. У травоядных ее нет. У хищников она есть. Малые коренные зубы у хищников есть. У травоядных нет. Вот вот эти малые коренные зубы а также иглыки показывают приспособленность пищеварительной системы человека переварит пищу животного происхождения как бы кто не мотивировал по-иному. Готова пищеварительная система на входе в организм переваривать перерабатывать пищу животного происхождения достаточно эффективно. Однако наличие других зубов резцов и больших коренных не исключает и правильную переработку пищи растительного происхождения. Вот учитывая строение пищеварительной системы у человека возникают сложности на мой взгляд с первичной обработкой именно сырой пищи. Не важно это растительного либо животного происхождения. И чем она эта пища плотнее тем больше нужно прилагать усилий для извлечения из нее витаминов. Конечно из растительной пищи можно готовить смузи. Но для их длительного употребления нужен дубовый желудок и примерно такая же поджелудочная. Потому как растительная пища сырая растительная клетчатка хороший абразив который будет раздражать и желудок а проходя по 12 перцам кишки и поджелудочную а на выходе еще в прямой кишке бывают геморрогиальные узлы. И все эти точки как минимум могут показать что не самым лучшим образом ваш организм обработал пищу растительного происхождения. поэтому вам нужно предварительно все-таки обработать пищу и как лучше какую пищу лучше использовать вы об этом узнаете прямо сейчас. Какая же пища сырая или после термообработки даст все-таки вам больше витаминов? Просматривая на канале Наука 2.0 видео из серии Наука не болеть про витамины увидел новую для себя информацию. Наука действительно не стоит на месте и как говорится пазлики сложились. В видео есть ссылки на интересные исследования и эксперименты по накоплению витаминов в организме в зависимости от источников этих самых витаминов или аминов жизни без которых жизнь сокращается на фоне снижения качества имеет огромное значение источник витаминов пища сырая или вареная растительного или животного происхождения витамины натуральные или синтетические особенно если вы ведете активный образ жизни который насыщен стрессами эмоциональными физическими нагрузками и перегрузками особенно в условиях плохой экологии так как же получить больше витаминов об этом вы узнаете прямо сейчас как же получить больше витаминов и безопасным способом обеспечить максимально активный обмен веществ самое предстое решение казалось бы принять таблетку и вроде как можно не морочь себе голову правильным питанием поливитаминные препараты сегодня не редкость в них вроде как содержится комплекс витаминов микроэлементов для каждого конкретного случая вместе с тем синтетические витамины работают далеко не так эффективно как витамины натурального происхождения и такие препараты признаны фармакологами как препараты с недоказанной клинической эффективностью то есть на ваше усмотрение хотите принимайте хотите нет но такие витамины в организме не накапливаются и создается у вас иллюзия что можно здоровьем не заниматься правильное питание не обеспечивать просто глотайте таблетки и будет вам счастье и человек на несбалансированном питании попадает в ловушку прием поливитаминных препаратов не исключает правильное питание а назначает его настоятельно его рекомендует и в этом тоже своя сложность но как получить иным способом больше витаминов вы узнаете прямо сейчас есть мнение что сыроедение или жесткое витарианство способ получить больше витаминов исходно в сырой растительной пище витаминов действительно содержится больше но и этих но сразу несколько но первое если следовать животным в полном объеме а не пародировать их действия тогда нужно полностью отказаться от мытья растительной пищи разве что енот-полоскун пытается помыть свою еду перед употреблением от песка отмоет а вот от микробов вирусов грибков экологического довеска токсинов достаточно много в воде очень сомневаюсь природная вода доступная енотам просто кишит и микробами и вирусами а фильтрами очищающими воду от микроорганизмов енота не пользуется фильтр же ваш собственный лизоцин в полости рта также работает неэффективно поэтому в данном случае вы рискуете как минимум любыми инфекциями может быть пищевыми может быть не совсем пищевыми вирус гепатита прекрасно передается через сырую воду и вызывает жесткое поражение печени поэтому тут вариантов масса включая долгоиграющих глистовый паразитов которые тоже таким способом легко проникнуть ваш организм и нарушить уровень здоровья на годы и даже десятилетия поэтому это но увы оно присутствует и избавиться от него на сыроедении практически невозможно но есть еще другие но но второе думаю что травоядные либо жвачные не очень заморачиваются дезинфекцией своей пищи пищевые инфекции для них не так характерны как для человека их задача тщательно переживать чтобы она лучше переварилась человеку в принципе нужно сделать то же самое потому как только тщательное пережевание растительной пищи а также иной пищи это необходимые условия уменьшения ее абразивных свойств особенно если пища это растительного происхождения потому как одновременно вы получаете либо профилактику либо обострение зависит от степени измельчения растрит дуаденит язва панкреатит ну а профилактика пищевых инфекций для человека это все же в большей степени тепловая обработка сколько вы пищу не жевали полноценной дезинфекции все равно вы не достигнете либо вам нужно тщательное мытье свободное от микробов вирусов грибков в воде а лучше использовать оба способа последовательно тогда те витамины которые вы получаете с растительной пищей не будут использоваться возбудителями различных инфекций листных либо паразитарных инвазий которые таким способом могут все-таки проникнуть в ваш организм но есть еще третье но которое обойти практически невозможно если эти два каким-то образом можно обойти да можно пищу мыть полоскать полдня в чистой воде чтобы отмыть от всех патогенов да пищу можно измельчить сырую пищу измельчили миксером взбили в пух блендером без проблем и абразивные свойства уменьшились но еще третий момент третье но которое таким способом не первым не вторым обойти невозможно и об этом вы узнаете прямо сейчас вот третье но оно принципиальное любая пища животного либо растительного происхождения как бы она хорошо не выглядела каким бы ароматом она не обладала или какими бы вкусовыми качествами она противится одному поеданию и содержит для этого сдерживающие от поедания факторы антиферменты которые блокируют пищеварительную систему пищеварительные ферменты животные антивитамины которые блокируют активность витаминов она содержит ядовитые вещества часто синильную кислоту ядовитые растения в этом преуспели больше других их поедают крайне редко другие лекарственные меньше их используют как лекарственные хуже всех в этом случае пищевым растениям они содержат меньше защитных факторов но все равно содержат если синильной кислотой в растительных продуктах справиться сложно но возможно посмотрите мое видео например про лечение семенами льна там я это описал то вот антиферменты и антивитамины они легко нейтрализуются если вы знаете как это сделать а сделать это в принципе легко и просто и антиферменты и антивитамины боятся тепловой обработки и разрушаются уже при небольшом нагревании это имеет огромное значение если вы живете в экстремально жарких условиях то есть температура окружающей среды плюс 24 и выше в этом случае сырая растительная пища вам жизненно важна и нужна потому как она не дает вашему организму поддерживать на очень высоком уровне обмен веществ и перегреться а следовательно не позволяет умереть от теплового или солнечного удара а вот если вы находитесь в экстремальных условиях другого знака напомню зона или область теплового комфорта это 18-24 градуса по Цельсию со знаком плюс про 24 с плюсом я уже вам сказал вот температура если ниже чем плюс 18 по Цельсию то вам для активного обмена веществ нужно больше витаминов чтобы согреться а значит нужна тепловая обработка пищи которая разрушает и антивитамины и антиферменты и обеспечит не только активацию обмена веществ но и работу иммунной системы для активной борьбы с микроорганизмами вирусами грибками с онкоклетками это нужно в данном случае ваш организм активно будет этому всему добру противостоять зачем вам этого себе решать смотрите видео дальше там еще будет немножко интересная информация почему же растительная пища зимой либо весной часто может принести вам серьезную опасность создать серьезные проблемы со здоровьем а для некоторых может стать даже опасной для жизни просто с одной стороны сырорастительная пища в большей мере используется микрофлорой кишечника это нормально но когда зимой вам нужно больше получить калорий больше энергии вы вынуждены есть больше и усиливается вздутие живота а это может ограничить подвижность диафраума и нарушить работу сердечно-сосудистой системы особенно при наличии таких болезней как ветосуистая дистония гипертоническая болезнь ишемическая болезнь сердца атеросклероз сосудов кардиосклероз но это работает в любой период года с акцентом зимой с другой стороны и зимой и весной часто присутствуют не огородные не грунтовые продукты питания а парниковые а в них повышенное содержание нитратов позволено а нитраты попадая в кровь блокируют гемоглобин как основной переносчик кислорода что это вам дает вернее что отнимает оно отнимает количество кислорода в единицы крови в этом случае сердце вынуждено перекачивать больше крови ведь кислород организму нужен а в прохладное время года его нужно больше нужно не только обеспечить ваш высокий уровень активности но и поддерживать температуру тела в результате изменяется чисто пульса при активной реакции повышается а при пассивной снижается артериальное давление что вы получаете ну ускоренный износ сердечной мышцы на автомате а при наличии миокардиострофии кардиосклероза ишемической болезни сердца еще в большей степени при ВСД по гипотоническому типу давление будет скорее падать при гипертонической болезни скорее повышаться и пороки сердца атеросклероз сосудов все это увеличивает кардиологический риск который в еще больше мере возрастает при стрессе эмоциональном физическом и другого происхождения поэтому самая простая витаминная бомба это украинский борщ с мясом или птицей или мясной рагу с овощами и зеленью православный пост может быть постный борщ если в его приготовлении у вас получится комбинировать не менее 20 ингредиентов такая борщевая диета с пользой для вашего здоровья может соблюдаться на протяжении нескольких недель как ее правильно проводить наберите борщевая диета на моем канале вы узнаете там несколько видео есть на эту тему а термическая обработка активирует клетчатку которая связывает и нитраты и токсины и тяжелые металлы и радионуклиды а так как клетчатка из кишечника в кровь не попадает все это с позволения сказать добро транзитом проходит все 10 метров кишечника и почти не нанеся вам вреда покидает организм и пока вы думаете что делать с весенней редиской я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас до новых встреч на моем канале до новых встреч 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 до новых встреч